шестьдесят шесть шестьдесят семь но укус одинаковый так спинч уже успел отрегенить ребята всем привет с вами александр джуасик world evolution и сегодня у нас будет сейка как вы догадались про кархараданто завра так сейчас мы прочитаем что нам пишет сама собственно говоря игра про кархарданто завра потом мы в общем то выведем все цветовые разновидности кархарданто завра я также попутно скажем так сравню информацию которая есть в интернете про кархарданто завра вы в конце видео мы естественно его в бою сравним с парочкой наших любимых хищников ребятки и так поздний миловой периоды ну даже сразу скажу что 72 миллиона лет назад они вымерли не дожили до метеорита кархарданто завреде рот кархарданто завра да вообще входит до в алазавриды они все над семейства высота 45 вес 4 тонны ну там данные совсем другие есть плоть 115 тонн длина 14 википедия пишет что там 13 с копейками на и так описание динозавра этого вида отличается огромными челюстями и длинными пилообразными зубами ну собственно говоря название кархарданто завр навеяна названием вида акула кархардан которому принадлежит большая белая акула и означает зуб пила так находки первый скелет был найден 1914 году в египетской формации бахаре а затем 1922 в алжире нашли еще два зуба изначали кархарданто завра не выделяли как отдельный вид но в тридцать первом году палеонтолог эрмстромер связал эти два открытия на основании уникальности зубов палеоэкология судя по местам раскопа где был найден кархарданто завр он вероятно обитал на прибережных влажных болотистых территориях и в болотистых же мангровых лесах а это нам нас наталкивает на какую мысль что да ребятки он обитал принципе там же где и спиннозавры кархарданто завра переводится как акула зубы ящери то род гигантских динозавров из семейства кархарданто завриды обитали они довольно давно 145 миллионов лет назад появились и вымерли в 72 миллиона лет назад то есть это довольно древняя группа динозавров и все кархарданто завры относятся к надсемейство алазаврид и обитали они в основном на территории африки это были одни из самых крупных хищных динозавров которые достигали в длину до 13 метров а вес мог быть от 6 до 15 тонн здесь мнение очень сильно расходится и обладали они довольно внушительными 20 сантиметровыми зубками ребята череп был относительно низкий узкий но был в длину практически метр шестьдесят ребята еще характерная черта это у них довольно короткая шея и довольно короткие передние лапы семейство кархарданто завра входит 12 родов это его кархария собственно говоря кархарданто завры конковинатор кархария гиганатозавр мапузавр тирана титан анкилозавр но это какой-то не тот анкилозавр таура вентар шао че лонг заранью опс и кельма и завар конечно половину из них я сам не не представляю даже в лицо кстати да есть какой-то документальный фильм где как раз там было столкновение спинозавра и кархарданто завра и в общем то в том видео до спинозавр отпугнул кархарданто завра своими превосходящими габаритами и кархарданто завр остался без еды по моему было так на том что происходило на пляже в африке в условиях нехватки еды в общем то так что ну кто знает название этого видео ребят напишите в комментариях будет полезно пересмотреть так и давайте мы сейчас знаете с кем его сравним он визуальном чем-то напоминает напоминает гигу так и давайте мы сейчас тут откроем гигу где тут наш гиганатозавр гига 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 сейчас мы найдем он давайте спинозавр смотрите то есть но спинозавр по росту чудо писали даже меньше до 20 29 вес 20 тонн конечно это космос длина да ну понятно он превосходит да по всем параметрам так но не по остроте зубов конечно же так где наша гига 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 вот наша гига смотрите 12 метров 14 тонн ну да очень странно то метром меньше по весу колоссальная разница по информации игры да но по информации там с интернета и в общем то кархарадон весел намного больше чем нам пишет собственно говоря официально из предложений но 4 тонны на 14 метрах ну как там как-то маловато ну что ребятки давайте мы возвращаемся в нашу игру и и давайте же приступим так это наша вторая пачка динозавров а вот это наш первый начнем с базового вида смотрите какие у него показатели атака 102 защита 35 это принципе ну наши основные характеристики давайте сейчас вам покажу принципе какие характеристики остальных крупных хищников индораптор 92 на 51 в принципе плюс минус одинаково то есть защита больше но сам по себе то он как бы ничем не выделяется вроде бы на так дела с нас интересует ну за хамим индоминус индоминс 116 на 3 4 превосходит аллазавр 107 на 33 то есть принципе те же самые показатели что и у гиги барионикс слабоват гига 105 на 32 так чуть по мощнее дабы получается у нас атака так а ну стоять еще раз 102 на 35 102 на 35 до а гига ну да принципе та же сумма балла то есть 102 на 35 3 балла и вот кстати вот с гигом и обязательно сравним то есть они по характеристикам одинаково что сыграет большую роль до атака либо защита и что у нас еще есть с кем его сравнить карна слабоват майонга слабоват слабоват спинич 101 на 37 вот спинич то есть как бы у нее тоже смерти все в защиту ушло больше еще больше там 102 на 35 здесь 101 на 37 ну а тираннозавр 109 на 30 то есть как бы они принципе все плюс минус равны плюс минус равны мне вот у такого-то удивил аллазавр смотрите какой у нас мощный сильный аллазавр но он собственно говоря да он поговорит там как средний хищник да но по параметрам как крупный хищник у нас но это по параметрам игры естественно все все мы говорим не про реальность а про про игру ребята так ну что давайте выпускать встречайте кархародантазавр один из крупнейших хищников на земле но и среди динозавров красавчик морда ну морду не такая длинная ну и узкая да вот эта характерная черта датка от узкая узкая морда и 20 сантиметровые острые зубы зубы были зубы раскраска это у нас ребятки базовая давайте идем дальше а вот шкура тундровый тип ребята ну как обычно в комментариях голосуем какая шкура вам понравилось больше но это мне уже явно нравится больше так кстати они о мнении наверно начнут между собой сражаться сейчас ладно посмотрим давай давай ади к своим братьям кархара дантазавр да так с таким вот акцентом говорит нам диктор вот такая вот раскрасочка кстати у меня сюда стоит настройка настройки песочницы частота драг динозавров давайте сейчас я ее выключу а а то они еще между собой перри перегрызутся говорится раньше времени так сохранить давайте вот в пустую ячейку 41 что это было 41 car так идем дальше тип дождевых лесов ребята рады сообщить вам вот такой вот у нас серенький бетонный скажем так городской тип так это немножко не то идем дальше тип джунглей да они обычно симпатичные какие-то получаются так ну надеюсь они драки между собой пока не устроит мы проверим да как там у нас сойдутся ли ребятки у нас данные наши данные это что показали в документальном фильме где кархара дантазавр испугался спинозавра и убежал так сказать так и вот у нас еще есть последний тип это тип степей ребята молодчинка кархара дантазавра так ну что давайте сейчас мы как-то на них тут будем любоваться и выбирать ребятки тип какой вам а кстати это это у нас и стал альфой вот стоять альфа альфа сейчас кто-то из них должен отдать свой титул альфы потому что не может быть две альфы так вот такой самый забавный да такая раскраска чем-то на indoraptor а схожи такими вот полосками так давайте смотреть это у нас тундра выйти при пятки вот он он не наверно больше всех нравится вот тундра вы тип ну и вот и вот последний до который нас типа и степной тундра вы степной так ну смотри у нас две альфы 2 альфы ребятки 3 1 2 3 4 короче у как у каждого у нас есть царь каждый второй царь и каждый второй у него у нас прислуга вот такие вот у нас динозавры так теперь мы конечно же ребятки выпустим сейчас я предлагаю спинозавра выпустить конечно же выпустим спинозавра и посмотрим как бы 101 на 37 либо 102 на 35 да у нас как-то так там было давайте выпустим и посмотрим кто кто кого блин ну вот этот трек еще со времен парка южского периода 2 просто просто огонь так сейчас посмотрим какого противника он себе выберет так наверно мне придется сейчас включить наверное драки потому что они наверно сражаться так просто не буду сейчас с выключенными драками драк динозавров максимально применить окей так ну что давайте ребятки покажите так кархарадон там атакует альфа шестьдесят шестьдесят семь но укус одинаковый да спинч уже успел отрегенить или хотя нет может на один процент и меньше но все-таки он про атаковал первым это кстати да это очень важный момент 33 на 34 они решили временно разойтись и это нехорошо потому что нашего спиннича скорее всего да есть кто-то по соседству так но у нас похоже похоже началась драка раньше времени ну и смотрите второй раз как бы мы видим что атакует первым кархарадон тазар ну и все наш спиннич сейчас окочурится не судьба ему по ходу уснуть на одном проценте серьезно и так ребята так со спинозавром получилось не совсем то что я хотел и аллазавр вышел его тоже сразу съели и короче пришлось вот гигу везем ребятки гигу давайте что тут у нас 102 на 35 у гиги у нас показатели немножко другие сейчас посмотрим что произойдет с именно с гигой 105 на 32 102 на 35 и 105 на 32 то есть сумма сумма баллов у них абсолютно одинаковая ну по размерам они на гига смотрится но может чуточку совсем массивнее в целом целом очень они похожи ну и деваться во мне к ну конечно голова у гиги явно массивный че-то никогда так не хотя так гига атакует первой у нее атака выше то есть получается и а в случае со спинозавром атаковал кархарадонтозавр это мы себе заметили а смотрите так как кархарадонт у нас более агрессивный какой-то так 33 на 33 но у равный бой сейчас но сейчас будут 16 у гиги или как там получится временно разошлись и так ребятки битва продолжается 50 и 51 но в принципе отрегенили они скажем так одинаковое количество здоровья атакует гига как и в прошлый раз до гига атаковала первое так 17 на 16 но один процентик это погрешность и снова решили отдохнуть что уже конечно порешаете на этот раз осталась та же разница в один процент и снова атакует гига всегда атакует первая гига но она по идее должна тогда победить и один процент не спасет ну давай твой последний шанс кархарадонт 20 сантиметровые зубы вонзи их в глотку гиги 10 на 12 уже два процента и получилась разница ну последний укус и снова решили разойтись а это просто парадокс ну кстати отбегает первое именно гига так ну что 13 процентов на 34 опять 1 про атаковала гига так если вы еще раз разойдетесь я вас сам пристрелю как плохих гладиаторов и это феноменально ребята победила кархарадонтозавра не гига очень удивительно всегда атаковала 1 гига но последний удар нанес все-таки кархарадонтозавр ребятки вот так вот у нас неожиданный поворот получился так ребятки но не переживайте мы в следующих сейк точно устроим еще батл именно батл кархарадонтозавр это у нас было так быстрое знакомство да и также в следующей серии мы познакомимся так вот-вот с кем еще ребятки это максимально вкачанный на урон кархарадонтозавр у него получилось 193 на 73 там можно сбалансировать получится меньше атака на больше защита то есть но это именно всегда выбиралась в пользу атаки получилось 193 то есть мы обязательно сравним и обычного кархарадонтозавра со всеми хищниками и сравним его с более вкачанными другими хищниками так в том кто мне здесь есть менять наверно где-то здесь тоже есть кто-то вкачаный и да у хуиндо раптор атака 250 это вне конкуренции у церата 99 но в общем то мы вкачаем мы вкачаем и посмотрим сколько нас допустим сколько продержится кархарадонтозавры мега вкачаны против стандартных динозавров ну и что-то в этом духе так что ребятки подписывайтесь на канал и до скорых встреч